Ну что мои чебуреки, ой, точнее мои умпалумпы, как у вас дела? Соскучились по новому ролику? Сегодня я приготовила для вас нечто отменное, и расскажу вам свою самую позорную историю с детства. Я молчала об этом многие годы, но сейчас молчать уже не буду и расскажу вам свою секретную и позорную историю. Но прежде чем мы начнем, я познакомлю вас с художником, который только недавно создал свой канал. На канале вы увидите Так, а что там говорит о канале сам автор? Тут ты скорее увидишь разговорные спидпинты, которые можно послушать пока попиваешь чай, или чтобы была колонофония, пока рисуешь очередной шедевр. Я сам таким промышляю, хе, ну, вы сами все слышали. Переходите по ссылке в описании на канал Кадзи, и знакомьтесь с ним. Ну а мы начинаем наше безумие. Говоря про безумие, я серьезно имею в виду самый упоротый треш на планете. Сами подумайте, мне было 8 лет, когда это появилось. Все началось с того, что когда-то нам с сестрами было очень скучно. Я, и две мои младшие сестры не стали это терпеть и решили поиграть. Наш молодой мозг единовременно сгенерировал общую идею, что мы трое должны играть в волков. И в ту же секунду мы трое встали на четвереньки, и стали носиться по дому воображая, что мы стая волков. Стая у нас была немного отсталая, потому что мы просто бегали по квартире и орали о том, что мы волки. Ну что же, нам показалось, что в нашей игре недостаточно акшена. Поэтому мы решили, что нашей игре необходим сюжет. С этого все и началось. Моя мама нас частенько баловала и покупала ее огурты. Поэтому наш холодильник всегда был кладом для молочных продуктов. Лучше бы моя мама так не злоупотребляла огуртами, потому что три сестры этого так не оставили. Мы не стали долго думать и решили, что эти огурты будут нашей силой. И с помощью этой силы волки обретают супер-мега-супер-мощь. Мы забрали с холодильника все огурты в комнату и принялись их делить. Так как я была супер-жадная натура в детстве, я забрала себе огуртов больше, чем остальные сестры. Одной сестре было все равно. Она даже не заметила, как я забираю ее кисломолочные продукты себе. А другая начала со мной спорить, мол, ну-ка, это че, почему все огурты силы достались тебе? Так мы придумали себе персонажей. Это дало нам отличный толчок к сюжету. Так я стала самым злобным волком, который отбирает ее огурты у честного народа. Мы не стали долго думать и назвали меня Диего. Мы подумали, что это очень крутое имя для такого адского злодея-волка. Моя сестра, которая спорила со мной, стала полуволком-полусобакой, который воевал с Диего и пытался отобрать у него огурты. Так моя средняя сестра стала нотариусом. Почему нотариус, мы не знаем. Мы просто увидели эту надпись в городе. Мы не знали, что нотариус это тот, кто страхует документы и занимается чем-то важным. Для нас нотариус всегда был обычной собакой. Что касается моей младшей сестры. Она, по-моему, вообще была не в курсе того, что происходит. Она просто сидела и ела огурт, пока мы придумывали эпопею. Так моя младшая сестра стала обычной собакой, родным братом нотариуса, который должен помогать брату украсть у Диего все огурты. Мы прозвали ее водопадом. Почему? Да мы не знаем. Но мы увидели картину, которая висела у нас в комнате. И там был водопад. Мы решили, что лучшее имя для нашей младшей сестры мы просто не придумаем. Так на свет появились жестокий Диего, благородный нотариус и немного отсталая собака-водопад. Ну что, немного вникли в лор? Да, я знаю. Это все слишком для того, чтобы понять. Но вы попробуйте. Мы играли в это несколько лет. Давайте посмотрим, как я нарисую этих персонажей. Предупреждаю, я нарисую их примерно так, как я видела их в детстве. Пока я буду рисовать их, я буду рассказывать о них больше, и вы сможете прочувствовать это безумие целиком. В мире этих волков существуют драки. Любой волк или собака может вызвать другого волка или собаку на драку всего лишь прокричав ультиматум. Тогда любой должен просто принять эту драку и волки должны драться с друг другом первым, что им попадется под руку. А посмотрите, получилось прямо скороговорка. Волк или собака вызывает на драку собака, собаке дает под сраку. Где драка, там собака, с собакой там драка. Представляете, как нотариус задолбал Диего ультиматумами? Это неугомонная собака, любитель кидать ультиматумы. Нотариус отличается тем, что кидает ультиматумы постоянно. Диего же просто лишний раз пытается не встречаться с нотариусом и в основном работает из-под тишка. А водопад что? Водопад, как обычно, все пропускает. Мне кажется, он вообще не в курсе о том, что происходит. Каждый раз, когда начинается драка, водопад куда-то сваливает, а потом просто приходит и спрашивает, а кто победил. Он действительно немного тормозной, поэтому он постоянно спрашивает о том, что случилось. Возможно, он даже не в курсе о том, что нотариус его брат. Кстати, это нотариус. Он вполне справедливый полуволк-полусобака, цель жизни которого полностью свергнуть Диего и восстановить баланс ягуртов на этой планете. Эй, нотариус, почему ты выглядишь как персонаж Яойной манги? Странно, ну ладно. Кстати, этот шрам на лице у нотаруса оставил сам Диего. Нотариус и водопад родные братья. Но кто-нибудь объяснит водопаду, что тут вообще происходит? Диего у нас в детстве был благородным волком. Вроде бы. В общем, мы не знаем, зачем этому благородному волку столько кисломолочных продуктов, но он самый настоящий мафиози, который скрывается от нотариуса и водопада, потому что боится ультиматума. Кстати, нотариус тоже оставил ему шрам на лице. Вот до чего доводит любовь к ее огуртам. Я всего лишь хотела рассказать вам свою позорную историю детства, а вместо этого опять нарисовала каких-то горячих самцов-огурцов. Ну ладно, вот такие ребята у нас получились. Это нотариус. Эй, Диего ультиматум, сдавайся волчара. Уау, слышь, это Диего. Ненавижу тебя, нотариус, умри в агоне, я уничтожу тебя, а потом весь мир будет мой г-г-г-г-г-г и водопад. А кто победил? Я надеюсь, вам понравились всратые волки. Хотите, чтобы я и дальше их рисовала? Тогда напишите мне сюда в комментариях, кто ваша любимая собака. Всем ультиматум, я люблю вас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!